И сейчас я бы заключу последнюю презентацию. Наша последняя презентация посвящена Луганской встрече. Я обслужил индолентные лимфомы. И в этой области было гораздо меньше новшеств. По сравнению с фолликулярной лимфомой, например, в категории, которая включает фолликулярную лимфому, лимфоматинозоны. Я включу некоторые из этих новшеств в описание новейших достижений в области индолентных лимфом. И мой доклад будет гораздо короче, чтобы мы могли подогнать расписание. В том, что относятся фолликулярные лимфомы, это даже данные, которые относятся, к 600 пациентов с лимфомами, которые лечились в предыдущие годы. Как видите, медиа на общей выживаемости оставляет порядка 15 лет. Но что более важно, это тот факт, что если мы посмотрим на то, что случилось за последние 30 лет, вы увидите явно, что есть определенные улучшения в исходах пациентов с фолликулярной лимфомой. Сейчас они живут гораздо дольше. Фактически, пациент, которого диагностировали сегодня, можно ожидать того, что он проживет 18-20 лет. Хотя, как вы видите, из кривых выживаемости заболевание остается неизлечимым. Это все еще хроническое неизлечимое заболевание. Эти данные уже представлялись в прошлый раз, 3 года назад. И они показывают, что на разных стадиях, на ранних стадиях, стадии 1 и 2, использование лучевой терапии, возможно, может вылечить 70% пациентов. И ведутся обсуждения, нужно ли ждать 30-40 лет, чтобы в этом убедиться. Потому что существуют поздние рецидивы. Ну, вероятно, небольшая часть этих пациентов можно излечить только лучевой терапией, монотерапией. Это данные представлены австралийской лимфоимной группой. И, соответственно, данные пациенты в первой стадии, в второй стадии рандомизировались между лучевой терапией, монотерапией и лучевой терапией в сочетании с химиотерапией. И, как вы видите, дополнение химиотерапии, по крайней мере, на сроке наблюдения в 10 лет, улучшает исходы в виде беспрогрессивной выживаемости в данных данных рандомизированного исследования. Теперь, переходя к продвинутым стадиям, которые наблюдают у большинства пациентов с фолликулярной лимфомой, опять это данные из нашей базы данных, ретроспективные данные, старые данные. И я бы хотел, чтобы подчеркнуть тот факт, что общая выживаемость у пациентов, которые не получали в начале терапии и просто наблюдались, согласно политике Watch and Wait, это примерно 25% у нас пациентов. Мы сравниваем эти данные с пациентами, которые получили терапию сразу же, видим, что при афромтерапии исходы лучше. Это не означает, что каких-то окончательных выводов, это ретроспективный анализ, не рандомизированный исследование. Это просто демонстрирует, что если вы пытаетесь правильно селектировать пациентов, у которых очень индолентное заболевание, и у них примерно 25% с фолликулярной лимфомой, то в этом случае можно не проводить никакой терапии в начале. И это может быть важно, так и методотношение к обсуждению, посвященному трансформации. И это остается большой проблемой для пациентов с фолликулярными лимфомами. И данные, представленные на примере 2000 пациентов, получаются в тороплении в Италии, Франции, у доктора Саркази. Подчеркиваю, что все равно 50% пациентов с фолликулярной лимфомой умирают из-за заболевания. Но, тем не менее, порядки, большинство из них из-за трансформации в регрессивную лимфому. Но, тем не менее, около 23% из них умирает из-за каких-то причин, связанных с терапией, в том числе медиазиопластического синдрома, нейтропитнические лихорадки и в некоторых случаях осложнений другого типа. Поэтому очень важно решить, какое лечение вы собираетесь давать пациенту с фолликулярной лимфомой. И в нашей базе данных процент случаев, которые трансформировались в нашей базе данных, в течение 15 лет около 20% пациентов демонстрируют трансформацию, согласно нашим данным. И уже несколько дней, лет назад мы опубликовали статью, которая показывала, что пациенты, у которых есть трансформация, более часто наблюдая субпациентов, которые получают химиотерапию, и менее часто у пациентов, которые не получают химиотерапию с самого начала или получают только ритоксимаб. И в Лугане доктор Федерико представил ретроспективный анализ, который включал около 950 пациентов со всей Европы. И около 700 из них уже проанализированы. И вот пытался понять, какая ситуация в эрритоксимабе. Какая ситуация, которую мы видим сейчас в эрритоксимабе, может сравниться с тем, что вы видели до наступления эрритоксимаба. И как вы видите, процент трансформации у пациентов до получения эрритоксимаба, которые получают только химиотерапию. И мы сравним это с тем пациентам, которые получали только эрритоксимаб в индукционной фазе, и пациентами, которые получали эрритоксимаб в индукции и в поддержке. И мы достаточно чётко видим, что процент трансформации снизился в ретоксимаба, и даже более явно это видно в том случае, когда пациент получает поддерживающую терапию ретоксимаба. Теперь это не те данные, которые представляются из Лугана. Я просто хотел бы добавить комментарий к тому факту, что использование было немецкое исследование, которое сравнивало первые линии терапии РЧОП или ретоксимаба бедомустин у пациентов. Это было рандомизировано исследование, которое результаты его были рекомендованы несколько лет назад в Ланцете, и результаты были обновлены на конференции АСКО. Мы опять увидели их на Луганской конференции, и эти данные подтвердили то, что было получено во имякарском исследовании. Данные исследования с той же самой целью, проведённой в Германии. И в рамках исследования также получены данные в пользу использования подхода с бедомустином. Здесь показано проявительное исследование, проведённое группой ЭЛИЗА, исследование ПРИМА, и результаты опубликовали несколько лет назад, где было показано, что пациенты после РЧОПа, которые затем рандомизировались на получение поддерживающей терапии ретоксимабом или отсутствия поддерживающей терапии, видно, что существует чёткая разница в беспрогрессивной выживаемости, но не в общей выживаемости между этими группами. Эти данные были подтверждены в Луганах данными немецкого исследования, представленными доктором Эмма Холста, которое показало, что длительное наблюдение, но показало основание длительного наблюдения, данные, говорящие о том же самом. Эти исследования были установлены в 2012 году в связи с публикацией результатов ПРИМА, но теперь представлены результаты долгосрочного наблюдения, и данные остаются примерно тем же, также сохраняется значимое значение различия в беспрогрессивной выживаемости, но отсутствие данных в общей выживаемости, поэтому эти данные стабильные подлогсрочные наблюдения, и это важно, и мы обсудим, нужно ли давать поддерживающую терапию или не давать её. И это связано со стоимостью терапии, потому что его биоаналоги появляются, но пока ещё не очень доступны. Возможно продолжить поддерживающую терапию, лучше поддерживающую терапию, лучше и беспрогрессивную выживаемость, но общую выживаемость вы не измените. И ещё раз, основная проблема, одна из основных проблем в фолликулярной лимфоме, это то, что существует факт того, что 15-20% прибыли плохие результаты, в то время как остальные результаты, остальные идут очень хорошо на терапию, и это заставляет нас думать о том, что использовать Рексимаб только, или РЧОП, или РБЕНДА. Есть медианная ожидаемость продолжительности жизни около 20 лет. В общей группе, тем не менее, у 15-20% результаты очень плохие, и ожидаемость продолжительности жизни их менее 5 лет. И проблема в том, что у нас нет возможности с самого начала выявить эту группу неблагоприятного прогноза. Существуют определенные возможности. Вы знаете об последних флиппе 1, флиппе 2. С помощью этих прогнозических шкал мы можем выделить более-менее чётко группы центов с более плохим прогнозом по сравнению с общей популяцией. Тем не менее, существует определенная группа центов, которые результаты очень хорошие, поэтому эти шкалы не идеальны. В немецком исследовании они попробовали добавить 7 генов к аппаратической шкале флиппе, чтобы попробовать повысить точность предсказания с помощью аппаратической шкалы. И это очень интересный подход. Тем не менее, в конце, когда данный бой выполнен 2 года назад в Латсенцикологе, было показано, что точность предсказания примерно такой же, как просто у шкалы флиппе. С клинической точки зрения этот подход оказался не очень полезным. В Луган французская группа под руководством доктора Уэ представила очень интересный подход, который не такой уж простой для реализации. Они смогли выявить 23 гена, 23 гена в рамках панели. И на результате пролетарной экспрессии этих 23 генов они смогли выделить популяцию с плохим прогнозом, о которых беспрогрессивный медиана, беспрогрессивный выживаемый составляла порядка 3,5 лет. И я на резкую выделяю составную популяции. И, как вы видите, еще раз, это около 25% популяции. У остальной популяции перспрессивный выживаемый составляет порядка 11 лет, медиана. Это, возможно, довольно полезный подход. К сожалению, достаточно сложное применение инструмента. Еще новый подход. Я уверен, что вы услышали много при агрессивных лимфомах, даже при хошкиной лимфомах, но также при флюкулярной лимфомах. Данные о ПЭТ становятся более важными. Это данные, которые были уже опубликованы частично французской группой. И они показывают, что промежуточные ПЭТ после 4 курсов позволяют выявить пациентам, у которых есть достаточно хорошие и достаточно плохие прогнозы. Тем не менее, проведение ПЭТ еще в конце завершения программного лечения. Пациенты, у которых сохраняется ПЭТ-позитивность, у них беспрогрессивная выживаемость. День 4 лет составляет 24% по сравнению с 65% в ПЭТ-негативной группе. И в Луганах. Извиняюсь, в Луганах. Эти данные здесь не показываются. Была представлена новая версия датского исследования, представлена доктором Катролом, куда были включены также данные по агрессивным лимфомам, суммированные ЗУККО. И согласен данным комбинирования тотально-метаболического объема опухоли в начале терапии и в середине лечения. Этот подход позволяет выявить порядка 80% пациентов, у которых значительно хуже прогноз, чем в остальной группе. И хотя эти данные необходимо подтвердить, скорее всего, в ближайшем будущем комбинирование различных анализов ПЭТ в начале терапии и промежуточного анализа, а также данных, полученных в результате оценки генов, мы сможем решить эту проблему, которая остается основной терапевтической проблемой. Это возможность с самого начала выявить группу пациентов с лимфомой, которых нужно лечить более агрессивно. Их отделение от группы пациентов, которым можно не проводить анализовую терапию, что, возможно, позволит снизить процент реформации лимфома в дальнейшем. Теперь, переходя к новым препаратам, вы знаете, что в последний год появилось несколько новых препаратов. появился ингибитор ПЭТ-реки фосфидила, трезинозитолкиназа. Он позволяет добиться 53% ответов у процентов с рецидивами и рефракторностью. Тем не менее, оказалось, что он достаточно токсичный. Ибрутинип на считательной степени не менее активен при эндолитных лимфомах, чем при фолликулярных лимфомах, по крайней мере, чем при агрессивных лимфомах. Тем не менее, сейчас проводится его оценка в комбинации с ретуксимабом в рамках рандомизированного исследования. В Луганах были представлены интересные данные, представленные доктором Драйлингом из Германии. И это калциданокасальская полизиба. Это ингибиторы фосфидилтриидной зитолкиназы. В основном, альт-элт-эльт-эльт-цепи этого фермента. И мы видим очень большой процент ответов. В то время как препарат остается, в то время как и другие ингибиторы фосфидилтриидной зитолкиназы достаточно токсичны. И терапевтические режимы, возможности его комбинирования до сих пор остаются неясными. Также, в целом, очень интересный подход к терапии филикулянной лифомы. Это подход к терапии без химиотерапии. Подход, по которому у нас нету большого количества данных, тем не менее, кемофрии. Который касается, в основном, подхода с наблюдением. Использование только ретуксимаба, полученной швейцарской группой. Говорит о том, что мы позволялись получить, по крайней мере, половину пациентов очень длительную, беспрогрессивную выживаемость. И благодаря этим данным, многие группы начали сравнивать режим без химиотерапии с режим без химиотерапии. И мы очень большим нетерпением ждем этих данных. Швейцарская группа, предпочитаемая на Лизуко, выполнила организированное исследование, сравнивающего ретуксимаб в монотерапии с ретуксимабом, с лидолитомидомидом. И было показано, что комбинация пока дает лучшие результаты. В настоящий момент мы завершаем исследование, сравнивающего ретуксимаб в монотерапии с ретуксимабом, в сочетании с ибрутинибом. Теперь, для того, чтобы завершить разговор, я прошу еще несколько минут индолитовым лимфомам, хотя практически нет новых данных, которые были представлены на Луганской конференции. Для данной части лимфомы оригинальной зоны, которая представляет собой 10% индолитовым лимфом, которая включает в себя 3 сабтипа, подтипа, с различными биологическими и клиническими характеристиками. Вы знаете, что есть результаты. Мальтома — это результат хронической антигенной стимуляции. Это очень интересная лимфома, потому что она характеризуется многими хромосомными аномалиями, не только одной. И все эти хромосомные аномалии воздействуют на сигнале сети МНФКПБ. И теперь мы можем говорить о том, что, видимо, это относительно малозначимая лимфома, потому что многие... ПЭТ здесь играет меньшее значение, потому что многие, особенно гастроэнтернациональная локализация лимфомы, ПЭТ негативны вначале и позволяет диагностировать лимфомы только 25% пациентов, которые с самого начала находятся в четвертой стадии. Прелимфомы желудка, эрадикация хеликопатропиллера, остается терапией выбора. Даже у хеликопатропиллера негативных пациентов, потому что значительная часть этих пациентов ответит на терапию. Здесь показаны данные долгосрочные наблюдения от нашей группы. Согласно которым можно получить ответ в 70% случаев полный ответ, в 50% случаев полномолекулярный ответ, и процесс релив соответствует только 1-2% в год. Поэтому это достаточно стабильный ответ. Даже в том случае, если выполняется каждые 6 или 12 месяцев эндоскопии, вы можете получить некоторые разновидности изменений результатов в плане молекулярной биологии и морфологии. Тем не менее, если вы видите увеличение количества властных клеток, не нужно ничего предпринимать, потому что при следующей гастроскопии вы можете увидеть картину полного ответа. Но важно наблюдать за этими пациентами, для того чтобы... Потому что у этих пациентов гораздо большая вероятность развития аденокарцинома желудка, чем у пациентов. Она практически 15 раз выше, чем в популяции. Если необходимо проводить терапию, то это наиболее крупное исследование, которое выполнялось когда-либо в лет 20-летворении полифум. Его предпринимают по какому-то достаточно недавно. Это родомизированные исследования, сравнивающие рЧС в комбинации ретуксимабом или без ретуксимаба. И здесь видно, что беспрексивная выживаемость явно лучше при добавлении ретуксимаба, хотя ранее в общей выживаемости не наблюдается пока. И последнее, что я хотел бы вам сказать. Возможно, завтра мы посвятим этому больше внимания, потому что завтра будет лекция, посвященная тому, что мы должны делать для операционализации лечения у пациентов с лимфомами. И это касается макроглобулина МИИВАЛЬНОСТРЁМА. И в определенных пациентов случаев наблюдаются мутации МАДЕ и М88. И пока что в данный момент лечение основывается на клинических параметрах. Но учитывая, что довольно часто мы не лечим с самого начала, и существуют клинические параметры. Не существует клинического параметра, который говорит о том, когда нужно лечить этого пациента. на данный момент не существует. В настоящий момент, учитывая эти факторы, монотерапия и токсимаба остается основой терапии. Также возможно выполнять пазмоферезы для того, чтобы избежать осложнений. В будущем это может и измениться с применением и брутиниба, но каменье равнее МАДЕ и М88. И протезентирование присутствия специфической мутации спецификинов может помочь нам в будущем персонализировать еще больше лечения. Но в целом, если говорить о линдолитных лимфомах, в этот раз на Луганской конференции было гораздо меньше новых данных по сравнению с лимфомой Ходжкина или агрессивными неходжкинскими лимфомами. И мы надеемся, что в следующий раз у нас будет больше новых данных также для линдолитных лимфомах. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...